Поезд Победы во главе с легендарным паровозом Лебедянка прибывает на станцию к началу парада. Пассажиры ветераны Самары в приподнятом настроении. Сделали Победу, дали жить остальным людям, хотя много полегло в годы войны. Поэтому нужно и нам помнить это и отдавать знать. На площади для ветеранов самые почетные места. В 41-м году на этих трибунах размещался эвакуированный из Москвы дипломатический корпус. Сегодня самые почетные гости. Многие из них своими глазами видели войну. На первой линии обороны что происходит? Там остается немного бойцов. Основная масса бойцов у нас уходит на вторую линию обороны. Последний инструктаж перед боем. Участники реконструкции битвы за Москву. Актеры готовятся к выступлению. Начинается их атака. Вы отстреливаетесь. Кто-то начинает уже отступать. Тут на помощь вам приходит ополчение. Официальная часть начинается с возложения цветов, а на площади уже выстроены парадные расчеты. Нынешний парад уже пятый по счету. Приурочен к 70-летию Великой Победы. Посвящен героям Отечества. Перед началом торжественного прохождения поздравительное слово губернатора. В далеком 41-м году этот легендарный парад продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество нашего народа перед лицом тяжелейших испытаний. Он показал готовность нашей армии дать достойный отпор фашистским полчищам и укрепил веру советских людей в победу. Первыми по площади проходят парадные расчеты, одетые в форму Великой Отечественной войны. Точно так же, как и в 41-м, бойцы Красной Армии шли на передовую. Сразу за ними историческая техника клуба «Они сражались за Родину». В одной из машин народный артист СССР Василий Лановой. Сегодня он в образе героя фильма «Офицера Ивана Варавы». Эксклюзивные кадры, что называется, с места событий, сделал оператор телеканала «Самара ГИС». И вот впервые на мероприятии такого масштаба самые почетные гости – целый полк героев Отечества. За личное мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых и трудовых заданий. В этом полку те, кто в разные годы был награжден золотой звездой героя. 18 человек приехали из других городов России и больше тысячи фотографий. Вслед за геройским полком по площади проходят парадные расчеты действующих военнослужащих, силовых ведомств, воспитанников кадетских корпусов. И, наконец, старт марш-броска из Самары в Воронеж. Это еще один город, где осенью 41-го года состоялся исторический парад. И вот самая трогательная часть – реконструкция битвы за Москву. Оборонительный этап сменяется наступлением и полным разгромом немецких захватчиков. «Это наши предки, те люди, которые профессионально выполнили свой долг, не жалея самого главного – своей жизни. Что может быть лучше? А лучше может быть только одно – если потомки будут помнить». Олег Зверев, Алина Чемерес, Станислав Левин, Максим Гусев и Константин Головин. События. Нашей страны.